Привет, ребят! Сегодня мы снимаем про посольство, и сегодня я вам расскажу, как я проходила посольство, когда получала студенческую визу. Если вам интересно, как я проходила посольство по Work and Travel, у меня есть такое видео, ссылка на него будет вот здесь вот. Так что ищите, переходите и смотрите его. А сейчас про студенческую. Поехали! Я записала аудио, как только я вышла после посольства, когда мне подтвердили визу, для того, чтобы всё вам потом рассказать, специально всё для вас. В общем, когда вы приходите в само посольство, вам дается такой номерочек, в котором вы идёте в очередь, и сначала я забыла, что есть одна очередь, а потом другая. И когда мой номер созрел, так сказать, я пошла в одну очередь, где у меня взяли отпечатки пальцев, и я ещё смотрю, а там мужчина не американец, он украинец, он начал со мной разговаривать, там, о, едешь учиться, бла-бла-бла. И я тогда, да, хи-хи-ха-ха, и я уже была настроена, что у меня сейчас будет с ним собеседование, он берёт у меня отпечатки пальцев и говорит, ну, с этим же номерочком идёшь в ту очередь. И я такая, а чёрт! На самом деле, если быть честной, мне после первого этого окошка стало гораздо легче и свободнее, мне было гораздо проще уже идти во второе окошко на второе собеседование. Итак, я села в очередь на второе окошко, и передо мной было примерно 70 человек в очереди, и я села в самом-самом начале, вот, в первых-первых рядах. Я сидела себе, перечитывала то, что я хочу сказать, и примерно слышала все интервью, которые были вот в самом ближайшем окошке ко мне. Я думала, что я попаду к этому чуваку, к этому офицеру, который вот как раз принимает в этом первом окошке, и так оно и случилось, я к нему и попала. Когда я сидела, было довольно-таки много отказов, что меня, в принципе, немножко насторожило, но тем не менее, из-за того, что я слышала, что отвечали люди, я поняла, что, в принципе... Собаки, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо за记ираю. Визу у вас. То есть, как вы понимаете, на самом деле, ничего сложного, просто нужно показать, что ты адекватный человек, что ты правда едешь учиться, что у тебя все с собой схвачено, что ты понимаешь, куда ты едешь. Также вы меня спрашивали, какие конкретно документы мне были нужны для собеседования в посольстве на студенческую визу. У меня есть с собой здесь моя папка. Вот эту всю папку я брала с собой в посольство. Тут даже было еще чуть-чуть больше документов. Сейчас я вам скажу, что у меня там было. У меня там были, во-первых, мои карточки, которые с моим счетом. Во-вторых, у меня там были два моих паспорта, свидетельство рождения, идентификационный код, social security, который у меня был с work and travel. Я все это взяла с собой. Также у меня была распечатка OF1, потом I-901, сервис, то, что я его оплатила, письмо о том, что я зачислена в универ, и, по-моему, там еще есть такая бумажка, как I-20, но я могу ошибаться. Затем у меня был вот такой вот enrollment agreement, типа договор о том, что я буду правда учиться в этом универе, страховка моя, распечатка, три рекомендательных письма, и вот это вот письмо о том, что меня ждут на вакансии повыше, но это было, наверное, самое сложное, что можно было сделать, потому что никто меня не ждет. Затем я забронировала по Airbnb комнату себе, в которой я жила, вы видели первые пару видео, и также распечатала то, что я буду жить именно там, чтобы показать, что я не еду непонятно куда, что у меня уже есть жилье. Это часть каталога, каждый универ есть у него каталог, в котором написано оплата, что учат, про что, короче, аккредитация, все такое. Я взяла тоже его с собой. Адестаты украинские, и переводок на английский язык. Кстати, с этим мне очень сильно помогла Алена, про которую я вам рассказывала в прошлом видео, и я не знаю, как бы я это сделала без нее, если честно. Расписание моих первых уроков, название всех предметов, которые я буду учить, и про что эти предметы, по каким книжкам. Также распечатка моего экзамена TOEFL. Вот у меня мой TOEFL был 71 балл, вы меня спрашивали, сколько у меня было за TOEFL. Проходной балл в моем универе был 60, что вообще прям очень-очень низкий. Поэтому, в принципе, я не пересдавала TOEFL. У меня он не сильно высокий. По-моему, максимальный балл это 120, который можно набрать, если я правильно помню. Я сдавала уже довольно-таки давно. И я очень сильно распереживалась, прям очень сильно. И поэтому мне, конечно, было бы желательно его пересдать. Но, с другой стороны, зачем, если как бы мой балл подходит, и в этом нет никакой нужды. Если вам интересно, как конкретно я проходила экзамен TOEFL, как я готовилась, что лучше делать, чего лучше не делать, напишите об этом в комментариях, и, возможно, я сниму еще одно видео про это. Это все, в принципе, документы, которые я брала. Плюс я еще брала, что на меня записана квартира, для того, чтобы показать, что меня здесь держит квартира. И вроде бы все. Ну, то есть, все документы, которые показывают то, что меня здесь что-то держит, и то, что там, я все знаю, что у меня будет происходить. Вот и все. Очень много у меня спрашивают, реально ли вообще получить визу. И, конечно же, это реально, реально все. Главное подготовиться еще раз таки, потому что не стоит идти просто в лоб, потому что все-таки, если у вас будет написано, что у вас уже был отказ, из-за того, что вы просто не подготовились, ну, ребят. И я решила вам еще ответить на предыдущие ваши вопросы, так что поехали, отвечу на них прямо сейчас. Возможно ли нелегальная работа, нельзя ли вообще работать или можно, и планирую ли я совмещать? Надеюсь, что вы понимаете, что превсилюдно говорить об этом на видео я не могу и не смогу, поэтому я вам точно в ответ на это ничего не могу сказать вообще. В принципе, все говорят о том, что как бы можно работать за кэш, но насколько это реально, и насколько возможно найти работу, я честно пока не знаю, потому что как минимум у меня пока нет машины, и добираться до какого-то места работы у меня пока не получится. И мне сложно, правда, ответить на этот вопрос, поэтому посмотрим, как оно будет дальше, но я не уверена, что мне получится вам рассказать, если я даже что-то и найду. Увы. Кстати, хотела бы также уточнить о том, что возможность работы отличается в разных универах. Например, в моем универе можно работать только после первого года, в некоторых универах можно работать сразу же, но найти работу даже на кампусе это очень сложно, потому что желающих очень много. Поэтому то меня сподвигло уезжать. На самом деле я планировала уезжать уже очень давно, еще примерно так лет пять назад, когда я училась на первом курсе. Я очень сильно хотела уехать, но меня все время что-то ограничивало, сдерживало. Я очень сильно откладывала, 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 потому что я очень сильно боялась. Правда, мне очень сильно было страшно, но когда я закончила универ, я сказала, мам, давай вот еще один год, я попробую поработать, я посмотрю, как здесь в Украине, как оно, что происходит, и тогда вот уже начнем заниматься этим всем. Я начала работать, в принципе, мне все нравилось на моих работах, все клево, все классно, но с другой стороны, ты понимаешь, насколько у нас маленькие зарплаты, насколько сложно у нас что-либо сделать. Конечно, я уверена, что в Америке будет тоже сложно с этим всем пробиться, выбиться, но почему-то мне все равно кажется, что здесь гораздо больше возможностей, и я все же на это надеюсь. И в любом случае, даже если у меня здесь не получится, я всегда смогу вернуться обратно в Украину, и у меня уже будет американское образование, что супер круто, по крайней мере, я так считаю. Поэтому я хочу пробовать, мне нравилась эта страна, я приезжала сюда до этого четыре раза, для того, чтобы нащупать и понять, что мне здесь правда нравится. И если у меня все будет получаться, то почему бы нет? В общем, это было не спонтанно, это было очень долго, и... Вот. Кстати, я до сих пор живу сама, вот буквально это уже... У меня уже началась пятая неделя, то есть я уже живу месяц. В этой квартире я живу три недели. Буквально только два дня назад приехал сын владелец этой квартиры, который оставался здесь на выходные. Кстати, знаете, выходные у меня почти не было дома. И, в общем, мы с ним даже не пересекались, по сути. И поэтому, как бы, мне вообще супер клево. За такую цену я до сих пор сама, делаю все сама, и я прям кайфую, как не знаю кто. Прям супер клево. Класс. А еще хотела вам рассказать о том, что, прикиньте, я уже умудрилась за это время попасть в аварию. Это причем случилось на третьей неделе. Я обалдела, если честно. Это не по моей вине точно было. Я была не за рулем ничего. Я была пассажиром в машине. Мы ехали с другом моим в машине. Ехали мы с ним по хайвэю, то есть по такой большой дороге. Перед нами ехала машина, и в какой-то момент начался трафик. Ну вот, это было довольно-таки очень резко, и машины начали тянуться. И мы не заметили, что перед нами идущие машины, они начали ехать очень медленно. То есть они не тормозили, а просто ехали очень медленно. И мой друг не успел затормозить и врезался в машину, которая была перед нами. А машина, которая была за нами, не успела затормозить тоже и врезалась в нас. В общем, да, это звучит очень жестко, но на самом деле все, слава богу, хорошо. Как видите, я целая, здорова, в больнице не была. Все отлично, все нормально. Никто не пострадал ни в одной из машин. Удар был не сильным, что даже подушки не сработали. Ремень очень сильно спас и помог. В общем, все на самом деле хорошо. Но у меня после этого очень сильно большой страх теперь водить. Вообще, у меня раньше такого никогда не было. А теперь я очень сильно боюсь хайвеев. И когда я вижу, что кто-то не успевает затормаживать перед предыдущей машиной, у меня просто такой страх схватывает. Я думаю, господи, господи, пожалуйста, тормози. Фух. Ну, в общем, на самом деле, я хотела рассказать вам про саму аварию. Мы посидели в машине где-то минут 10. Через 10 минут приехала полиция, которая взяла у всех сразу документы и сказали, у всех машины заводятся, все проверили машины. И они нас сначала отвезли в самый правый ряд. А после этого полисмен сказал, едьте все за мной. Мы такой струечкой поехали за ним и съехали на другую дорогу с хайвея для того, чтобы не создавать еще больше трафик. Что прям супер круто и логично. И вся эта аварийная ситуация разрешилась где-то за минут 30-40. У нас все взяли показания, включая меня, спросили, сижу ли я на своем месте, спросили, где я живу, мой номер телефона, попросили показать мой паспорт. В общем, было, на самом деле, все довольно-таки быстро. И я дальше, кстати, даже не знаю, как происходит эта вся процедура. То есть кому-то выписывается штраф или суд, или как, или что, мне непонятно. Страховка, которая в машину покрывала, приехала тоже в течение 20-30 минут с момента аварии. Подъехали, спросили, нужно ли забирать, или мы сами приедем. Ну, в общем, я обалдела, потому что на самом деле очень все было быстро, очень продумано. И, ну, по сравнению с нашими авариями, которые в Украине случаются, для меня это прям ого. Поэтому мне прям захотелось с вами поделиться. Это, правда, прикольно, но никому не желаю попадать в аварию в любом случае, потому что это такой нормальный стресс. Очень. А еще мне кто-то писал, что американцы очень лицемерны, и как я к этому отношусь. На самом деле у меня для этого есть очень большой и развернутый ответ, потому что мне более приятны лицемерные американцы, чем хамливые, грубо украинцы, которые думают, что они говорят напрямую, а на самом деле я воспринимаю это как хамство. Я очень не люблю настолько прямолинейных людей, которые, ну, вот, которые, правда, думают, что они говорят то, что они думают, а на самом деле они, по сути, хамят. Поэтому мне лучше, чтобы человек просто улыбался и такой типа «хай, хеллоу», мол, ни в чем не бывало, и думал себе о том, что он там себе хочет обо мне думать, чем высказывал мне о том, что, не знаю, что я какая-то там такая. Вот. Поэтому мне гораздо ближе это общество, и меня это абсолютно не пугает, хотя я знаю, что очень многих украинцев это пугает, и мне это очень сильно не нравится. И последнее. У меня спрашивали, какая у меня здесь домашка. Я хочу вам рассказать, какая у меня здесь домашка, как часто я учусь, потому что я думаю, что у вас у многих заградывается впечатление, что я вообще не учусь, и что я только гуляю, что, в принципе, так и есть. Потому что учеба у меня, в принципе, только по субботам, из-за того, что MBA — это программа для тех, кто уже работает в основном, для того, чтобы им было удобно. То есть у нас вся неделя — это онлайн, и мы приходим в классы по субботам. И то не каждую субботу. В чем заключается наша домашка? Нам на каждую неделю, вот у нас сейчас есть два предмета, которые мы учим, нам каждую неделю задают какой-то один вопрос, на который мы должны ответить по каждому из этих предметов, расписать свое мнение, что мы думаем на этот счет, а также почитать мнение наших одноклассников и ответить им, что мы думаем о том, что они высказались. Причем это нужно сделать очень в развернутом виде. Также у нас к этому всему добавляются тесты, куча лекций, которые мы должны прочитать, и иногда это задание, которое нужно посчитать, написать в Word, и скинуть этот файл в Word в Dropbox. В общем, как-то так. В принципе, ничего особо сложного нет. Конечно же, мне до сих пор не нравятся financial accounting, я абсолютно не понимаю, но я выкручиваюсь в Украине, я выкручиваюсь и здесь, мы все как-то выкручиваемся, поэтому все будет классно. Домашки не так и много, все, в принципе, не так и сложно, поэтому я до сих пор еще осваиваюсь и кайфую от того, что меня здесь окружает, и смотрю, что здесь рядом есть, как здесь классно и все такое. Знакомлюсь с новыми ребятами и, в общем, как-то так. У меня, в принципе, на этом все сегодня. Если вы хотите что-то у меня еще спросить, обязательно пишите об этом в комментариях, и я отвечу в следующем видео или когда там это будет все. Спасибо вам большое за то, что вы меня смотрите, за то, что вы пишете мне комментарии, за то, что вы лайкаете мои видео. Я это все вижу, мне это очень сильно приятно. Люблю, целую, обнимаю. Спасибо вам еще раз. Пока-пока.